В Астане сегодня стартует ежегодный международный форум Digital Bridge. По словам организаторов, это уникальная платформа для представителей IT-индустрии, бизнесменов и госорганов для обмена опытом и создания цифрового моста между Центральной Азией и остальным миром. Наша съемочная группа работает на месте событий. Сабин Тургаева на прямой связи со студией готова рассказать подробности. Сабин, здравствуй. С чего началось утро представителей Digital Sphere? Здравствуй, Вера. На данный момент процедура регистрации делегатов уже завершена. Сам форум Digital Bridge начнется буквально с минуты на минуту. К слову, количество участников в сегодняшнем мероприятии более полутора тысяч. Они приехали в Астану из более чем 25 стран мира. Далее перед участниками выступит со своим докладом о секретах успеха великих предпринимателей бизнесмен Джефф Хоффман. В целом, планируется, что во время форума Digital Bridge участники смогут обсудить последние мировые тренды в области цифровизации, а также поделиться друг с другом передовыми практиками и бизнес-моделями. Я думаю, более подробно о сегодняшнем мероприятии нам расскажет наш гость, спикер. Это заместитель председателя правления национального инфокоммуникационного холдинга «Зерде» Павел Коктышев. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и первый вопрос, который, я думаю, лежит на поверхности. Для чего проводится данный форум Digital Bridge и какого результата по его завершению вы ожидаете? Ну, сегодня форумы – это платформа. Мы живем в эпоху платформной экономики, где Uber, Airbnb – это глобальные площадки, которые соединяют разные заинтересованные стороны. Вот форумы – это классическая история, когда мы соединяем инвесторов, предпринимателей, государственных чиновников. Пока, наверное, человечество не придумало лучшего формата. Мы ожидаем, что это станет постоянной ежегодной площадкой, на которой будут обсуждаться тренды технологического предпринимательства. Мы дадим возможность выступать нашим прогрессивным молодым предпринимателем, стартапом. И привлекать внимание не только СМИ, обычных участников, но и получить экономический эффект в виде заключенных сделок на площадке. У нас существует отдельная специальная зона для встречи, для бизнеса. У нас создано специальное приложение, где каждый участник может назначить встречу и написать любому другому участнику. Мы думаем, что это такие маленькие, но очень важные новшества, которые привносят бизнесу пользу в виде конкретных контактов, контрактов потенциальных. И это основная мыслью форума – создать площадку. И второй вопрос относительно того, как обстоят дела в Казахстане в развитии информационных технологий. Что предпринимается в нашей стране для поддержания стартап-экосистем, для поддержания молодых предпринимателей, изобретателей? Ну вот, знаковым событием в том числе этого мероприятия является в рамках него проходит официальная презентация возможностей Астана Хаб. Это международный технопарк IT-стартапов, который базируется вот на базе Экспо. И мы видим это современная и очень качественная инфраструктура не только в физическом смысле, да, это не только здание, но и программа, которая содержит в себе программы нефинансовой поддержки, акселерации, общения и привлечения лучших международных казахстанских экспертов. Также совсем скоро запустятся льготы для IT-компаний, да, которые помогут им масштабировать свой бизнес. Ведется большая работа по привлечению как иностранных проектов в Казахстан, да, для повышения компетенции, да, на локальном рынке, так и выезд, так сказать, масштабирование наших проектов за рубеж. Уже есть у Астана Хаба ряд примеров, да, проекты, которые выходят на рынок Юго-Восточной Азии, привлекают инвестиции за рубежом в Юго-Восточную Азию, да, например, в Сингапуре. И мы видим, что это нужно показывать как историю успеха и просто масштабировать этот полезный опыт. Спасибо большое, Павел, за исчерпывающие полноценные ответы. Я напомню, что мы находимся на международном форуме Digital Bridge. Сегодня форум состоит из девяти панельных сессий. Кроме того, в рамках этого форума ожидается также проведение нескольких значимых мероприятий. Более подробно о них мы обязательно расскажем самыми первыми, однако будет это уже в следующих выпусках новостей. А пока, Вера, вам слово. Сабин, спасибо большое, ждем. Сабин Тургаева работает на площадке международного форума Digital Bridge, который сегодня стартовал в Астане.